вас тянет в калифорнию это мечта я могу ну ладно ну бывает такая почему просто подруга переехала вышла удачно замуж она с семьей переехала она это другое а у вас тоже есть родственники выйти замуж только не советуем выходить замуж за именно коренного американца это все сказки что американцы джентльмены поверьте самое большое быдло которое можно встретить это чисто это американтосы у вас здесь много соотечественников особенно с украины которые уже стали американцами это будет как-то ближе ну я не знаю если конечно у вас в плане вы просто переехать получить там как говорится документы потом развестись потом подыскать еще кого-нибудь пожить с этим и опять развестись принципе вам то чё терять как говорится выходи замуж на разводить это можно сказать муж вам нравится так что замуж выходить не хочет замуж выходить не вот видите вы какие какое поколение ну что можно приехать это самое как студент начать хорошо учиться взять с собой ранец пенал стирательную резинку который пахнет жвачкой ну вот и естественно это самое начать хорошо учиться если вы спортсмен какой-нибудь допустим можете там какой-нибудь там не знаю лучше всего конечно в америке лучше всего играть в американский футбол можно в женский или хотя бы футбол но в наш футбол как они тут называют саккорда то есть это самое здесь женщины это очень любят почему-то мое время это было знаете если бы я сказал что ой там девчонки футбол играет это было бы ха 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 это бы это просто несовместимо было бы в америке как раз они считают что в такой футбол в европейский футбол играю это игра для девочек а игра для мальчиков это американский футбол потому что схватил побежал долбанул схватил побежал долбанул а то что пробежал 3-4 метра и чё к чему непонятно это никого уже не волнует главное схватить побежать мы такие типа мачо сильные и вот такие мачо сильные принципе и живут здесь в основном поэтому я вам не советую американского американцам нафиг они конечно бывают ничего и ну таксами не надо говорить совсем но на настолько редко а вот в основном они ничем не интересуются и как бы скучно с ними ну насколько я вижу по тем же нашим русскоговорящим девочкам которые так скажем живут с ними но продолжают с ними жить потому что ну не не уйдешь жить того который тебя содержит и самое интересное знаете чё наши девчонки очень быстро понимают что американцами можно вертеть нашими ты особо не поверьте что сама понимаешь он чешу скажу чего пошел от и нафиг я пошел и пошел прикинь а вот а американцы нет они такого они нет они во первых им если вдруг перепадет что-то такое у него второго шанса то нету особенно здесь то такие чудные дамы ходят что не дай боже я честно говоря даже многих пацанов американских даже понимаю которые вдруг стали ходить на гей парады потому что по после американок вот честно вам скажу вот наверное очень легко переходить на мальчиков какие плоскостопия потом у всех естественно силиконовая грудь но при этом плоскостопия ну про плоскостопия шучу девушка но тем не менее но топают они да так что такое ощущение что у них плоскостопия они в каждой американке понимаете уже зашито с детства вот это вот мужланство поэтому скажем ну особенно нам людям моего поколения цити которая ценит в девочке девочку нам это чуждо вот ну новое выросшие как говорится ваше поколение она в общем-то с удовольствием как говорится в и ведется на это сказать честно вот я наблюдаю за скажем вашим поколением пацаны до которые вот начиная встречаться с американцами они прямо аж таки у классно представляешь колесо блин у меня короче на машине пробило только она схватила и поднесла мне колесо для него это прямо такой вот героизм наша же дама будет стоять рядом с багажником и как говорится и наблюдает правильно то есть как бы это все ты меняешь колесо меняй я из еще тебя подбодрю молодец сережа хорошо хорошо прикрутил колесико мы точно не это самое не разобьемся ты все болтики закрутил сереженька уже там дым из ушей туда семья удел отсюда не мешает но тем не менее вот наша девочка подбодрит но сама колесо тащить не будет это во всем нибудь не будет стараться не она во всем не хочет уступить мужчине и потому что у них равноправие и мало того у них теперь даже я бы сказал наоборот вот как у них и найти вот это вот на праве с черными перевернулась в обратную сторону так и женская этот равноправие уже давно перевернулась в обратную сторону конечно советую даже америка очень красивая здесь очень честно найдите все нормального как говорится пацана там еще чего-нибудь или работу нормально сюда надо приезжать сюда надо приезжать смотреть и выезжать ну вот мой совет вам нынешней америке что ну я не знаю как у вас в украине в россии допустим полностью закрыли там где-то в китае тоже не очень легко открыть визу насколько я знаю вот в польше вроде бы относительно ну сейчас как-то все странно стало ну и честно говоря туризм сейчас тоже вам в копеечку обойдется я просто ну сравниваю я как здесь живу и раньше допустим я во многие места ехал просто бесплатно не то что там знаете я не платил за какой-нибудь отель я имеется ввиду я въезжал в какой-нибудь каньон бесплатно а там допустим платил за отель то теперь въезд стоит денег выезд тоже но про выезд и ладно я промолкну это я конечно посутрировал но въезд денег парковка почему-то вот знаменитый антилопа каньон да вы знаете где вот эти вот фотографии такие где люди такие вот непонятные такие своды ранее рыжие оранжевые это на самом деле каньон как говорится внизу то есть это как бы знаете вот в земле вот к вода промывала вот это все да и ты приходишь и как говорится потом спускаешься как бы вниз и ты оттуда видишь вот эти все расщелины и тому подобное и оно такое песчаная она на самом деле не очень огромная я даже бы честно говоря может быть ну если есть время заехать туда да ну сильно советовать туда ехать сейчас очень бы не советовал почему потому что я там был несколько раз и если я когда был там первый раз первое ему то тупо туда приехали мы тупо этот самый как говорится запарковались заплатили там что-то какие-то копейки якобы там касса была ну и шарились там чуть позже я приехал вдруг уже получилось что значит ага ты должен значит соответственно заплатить больше но это тоже еще было ладно ну и последний раз когда я там был это просто для меня было издевательство первое ты должен въехать заплатить за парковку заплатить и обязательно взять гида тоже заплатить это еще пол беды но так как уже говорится почему-то куча туристов и ты получается идешь какой-то такой маленькой группой где тебе толком не дают возможности все это порассматривать как говорится пошли 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 где ну я просто с фотоаппаратом всегда хорошим вот и для меня это просто я там только даже толком даже ничего не сфотографировал так как бы хотел вот естественно вспоминать мое время когда я в то же самое ехал там тот же гринкенен или еще чем где мы еще умудрялись костерчик развести сосиску пожарить как говорится коньячок выпить полюбоваться насладиться этим всем понимаете не вот это вот быстро быстро побежал да все это как бы вот теперь поток такой нравится должно мне это нравится нет я потому что видел другое понимаете вот я живу в лас-вегасе у нас тут рядышком есть лайк мид то есть огромнейшее озеро я в свое время туда в любое время въезжал это было бесплатно и так дальше теперь это платно езжать ты можешь так 100 востока то столько то и так дальше должно мне это нравится нет как бы вот каньон красных камней у меня тоже тут рядом извините еще до расскажу мало того что он ну на самом деле посмотрите вот ради прикола вот просто наберите red rock лас-вегас невада да то есть каньон красных камней офигенное место она уникальнейшая но не мог маленькая но очень живописная но маленькая относительно великого каньона блин ну туда выходные даже я я не суюсь потому что там теперь столько народу и стоит это почему-то теперь каких-то ненормальных денег если раньше стоило 7 долларов на 7 дней то есть доллар в день теперь это стоит 25 долларов въезд были нафиг и очередь и парковки нет и за парковку надо заплатить и самое интересное еще ты там где-то лазишь такое ощущение что вообще не знаю по тротуару идешь кучу народу чуть чухня какая-то поэтому мы последнее время естественно лазим там где люди не знают по камесь мы знаем такие места где в америке в америке немного городов которые на самом деле надо смотреть поверьте мне почти все они одинаковые и очень кстати много зачуханных когда вы попадете в такие города там как тот же чикаго тот же нью-йорк особенно брайтон бич или еще очень но манхэттен понятно круто все остальное ну там айланды какие-то то есть острова там тоже круто а так вот если вы глянете на обычную жизнь вы просто будете в ужасе особенно когда решите вдруг проехаться на метро с какой-нибудь точки а в точку б я так думаю сразу вы ну как сказать получите примерно те же ощущения как от фильма ужаса ну вот потому что это вам говорится это что-то с чем-то но почти везде америка это одноэтажная америка то есть какой-то даунтаун какие-то высотки они там почти все одинаковые потом одноэтажная америка и в общем то как говорится особой такой вот на эти к контраста нету но чё могу советовать сиэтл очень своеобразный город сан-франциско был офигенным городом и сейчас в принципе офигенный но теперь он немножко весь загажен бомжами такое количество бомжей как сан-франциско но нет наверное нигде я не знаю честно говоря во всем мире не был но я просто в ужасе что теперь там это мой любимый был город к для посещений лос-анджелес для меня всегда ну просто ужас ужас я всегда вот если мне надо ехать лос-анджелес я просто вот да и честно говоря в современном мире уже вот эти все голливудские студии и тому подобное воспринимается честно говоря какой-то детский сад она вот как-то в то время еще было почему-то ничего когда не люди не видели ну совсем ничего а сейчас я даже не понимаю в тот же дисниленд там какие-то ненормальные очереди ненормальные цены вам это обойдется там чуть ли не в тысячи долларов если вы будете с кем-то и ты туда попасть и там быть и за все за каждый этот аттракцион заплатить чухня и в общем то вы оттуда выходите и думаете блин что за чушь в этом плане наверное лучше всего поехать сан-диего то есть проезжаете лос-анджелес едьте в сан-диего в лас-вегасе однозначно надо побывать не это наверное единственный такой ненормальный по-своему город который уже не лас-вегас но все равно увидеть надо в аризоне интересный город санта-фе мне очень нравится в техасе ни в коем случае не надо ехать в хьюстон или в даллас там вам покажут памятник быкам и будет говорить что вот это наша достопримечательность обязательно с ними сфотографируйтесь ты стоишь и думаешь что за дебилизма нафиг но это так вот поэтому в техасе есть но остон очень интересный такой студенческий тем более городок много молодежи вам будет интересно такая тусовка своеобразная да и есть такой город эл-паса лично мне эти два города очень нравится в техасе все остальное очень на любителя я бы сказал во флориде но майами увидеть конечно надо но во флориду надо ехать только зимой летом если вдруг вас какой-нибудь мальчик посадит на мотоцикл то вы будете выплевывать не просто комариков сорта а вот таких бабочек которые нафиг особенно когда едешь ночью разбиваются облавовое стекло такие знаете зелёная гадость дворником размазывается кроме этого там очень много мошки как ни странно почти везде можно увидеть во флориде что у людей на балконах или как говорится на верандах мелкая-мелкая такая сетка там такая мошкара какая-то гадкая крокодилов летающих нету но мошкара точно летает везде ну и не надо как говорится лазит по болотам потому что вам там могут очень откусить крокодилы кусается больно насколько я знаю и очень честно говоря забавно что в некоторых местах я вот по себе помню что как бы встреч болото болотом потом тебе говорит вон крокодил ты чё дурак и ты такую мою и когда уже когда уже отходишь до туда у тебя сердце знаешь как бы типа нихрена себе так я стоял совсем рядом оказывается на меня уже смотрели как на завтрак туриста была какая консерва завтрак туриста ну на севере очень советую кстати монтану очень-очень такое вот знаешь это такой просторы бескрайние очень интересно очень советую youtube если нравится вот такое что-то необычное те же каньоны кстати в юте есть такой каньон заян я наверное его бы посоветовал больше всего личном для меня он гораздо интереснее чем green каньон green каньон он здоровый он огромный но он не столь живописен а вот займ живописный такой каньон но и опять-таки с точки зрения как говорится живописи вам говорю ну вот так в двух словах могу еще конечно что-то посоветовать но я думаю уже достаточно если вы все это объедете да может порыться посмотреть это очень-очень забавно сейчас я в одиннадцатом классе я заканчиваю и переезжаю получается я еду учиться в университет в итальянский на дизайнера вот я думаю то что там буду учиться четыре года приметом родственники я могу получить гражданство итальянская вот я думаю и ну это я италья это большие какие-то особо легче куда-то передвигаться я думал ну да но вам после италии будет скучно в америке италия все-таки ну я не знаю кого я знаю итальянцев они все-таки люди такие живые американцы роботы ну я считаю так вообще европей кстати те же мексиканцы которые вот рядом вроде бы живут с америка они более такие живые более душевные и более так скажем такие семейные они ценят больше жизненные приоритеты чем американцы вообще американцы это вот действительно такая своеобразная нация которая я не знаю число как это вот выведена чтобы быть не человеком я считаю такая штука вы уж извините что я вам правду рассказал ну вот так вот у вас все записано вам счастлива не заблудитесь спасибо вам так спасибо вам за все за диктой то есть а это а а а Продолжение следует...